Проходят годы, уходят из жизни очевидцы событий, но люди, совершившие подвиг, живут вечно. Вечно в памяти будут жить освободители станицы Славянской, которые 23 марта 1943 года ценой своих жизней защитили малую родину ради нашего с вами светлого будущего. В канун Дня освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков в Славянском районе были организованы автопробеги, посвященные этой знаменательной дате. Продолжение темы смотрите в репортаже моих коллег. Автопробег, посвященный 71-й годовщине освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков, начался с митинга на театральной площади нашего города. Здесь выстроилась колонна из автомобилей разных марок, украшенная флагами России и Кубани, знаменами и лозунгами. В митинге приняли участие сотрудники и курсанты автошколы ДСААФ России, ветераны ДСААФ, представители казачества, ветераны военной службы. Посетил мероприятие и глава Славянского района Роман Синеговский. После митинга колонна проследовала по местам боевой славы, по маршруту мемориальный комплекс станицы Анастасиевской, памятник, посвященный высадке десанта освободителям станицы Славянской, легендарный памятник Таманской Красной Армии, памятник пушка по улице Пролетарской, установленный погибшим советским воином. Уважаемые жители города Славянска-на-Тубани, поздравляем вас с днём освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков. Ура! Активное участие в митинге приняли и представители молодёжи Славянского района. Они – хранители памяти, великой истории нашей страны. И именно её они будут передавать новым поколениям. Как говорят юные славянцы, участие в автопробеге – особая честь и важная миссия для каждого из них. С помощью данного мероприятия воспитывается духовность, патриотизм, и чтится и вспоминается та важность и роль тех событий, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, непосредственно в освобождении нашей станицы в прошлом Славянской. Во время похода по местам боевой славы участники мероприятия почтили погибших освободителей станицы Славянской минутой молчания и возложили цветы у вечного огня и памятника героям Великой Отечественной войны. С каждым годом ветеранов, очевидцев тех далёких событий становится всё меньше. Наша задача – помнить о великих освободителях и их героическом подвиге. Ведь будущее есть только там, где люди уважают и чтят прошлое своей страны, своей малой родины. Рузана Ефремян, Михаил Варгулёв, Константин Монастыренко. Программа «События».